приветствую друзья на канале про геймер телевизион с вами сафире тройки мы с вами продолжаем проходить игру хэви рейн и так у нас восьмая часть поехали за детективы будем играть с вами четверг время 1243 количество осадков 114 миллиметров все домой еще идем лорен простите скотт зря вы не послушались мистер шелбы предупреждал же не лезьте в это дело ваш сын серийный убийца скольких он должен убить чтобы вы его сдали горди не подарок но он мой сын у вас нет детей мистер шелби вы не в силах меня понять сами напросились расследование окончено совсем приехали блин как бы тут не утонуть твою мать давай малафака трясем вот идиот ничего не получится если не включить зажигание давай мать твою за ногу а подожди а лорен твою мать кто наж Nicki 9 чequи зажим работает который ему 3 его отс Okay и porta а или Собой его возьми, кури Обалдеть Я собирался заняться плаванием Но только не таким образом У тебя есть машина? От моей ничего не осталось Да, есть Что ты будешь делать? Пришло время свести счет Идем, пора домой Закрыть дверь и окна И никого не пускай без меня Ладно? Осторожней, Скотт Не хочу тебя терять Приехали, блин Опять за Скотта играем Поехали 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 Продолжение следует... 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 Да, что-то вроде того. О, она так рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. У неё болезнь Альцгеймера. Почти ничего не помнит. Но ей будет приятно, понимаете? Девятнадцатая палата, в конце коридора. Спасибо. О, а кошка сидит, видимо. Девятнадцатая. 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 Миссис Шепард? Что, пора принимать лекарства? Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чём они думают. В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. Еда здесь совсем невкусная. Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. У вас был сын Джон, и у него был брат-близнец. Принесли лекарства. Пора пить лекарства. Вспоминайте, миссис Шепард. Брата Джона отдали приёмным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приёмных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой ещё сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая. Где моё лекарство? Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное, мне или не знать. Он ни разу не пришёл ко мне. За десять лет ни разу. Ужасно забывать родную мать. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Не понял. Стоп. Продолжение следует... Продолжение следует... Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Осталась одна попытка с одним листиком. Давайте посмотрим всё, что тут есть. Собачка. Лягушка. Фак, ну ладно, давайте. А, у нас ещё есть листики. Так что мы всё сделаем. О, вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, 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 Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он всё равно называл каждого пёсика Макс. Странно, правда? Всё, посмотрите. Всё. 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 сформации немного получили стоп это что вы сами сделали эти фигурки мои бумажные зверушки дети так любили играть с ними я научила своих мальчиков их складывать да мальчиков миссис шепард джона и как звали вашего второго сына второго сына у меня был один сын крошка джонни надо еще чем-то воздействует на память может ящика что-то есть вам редко приносят цветы миссис шепард нет а я их люблю мой сын знает что я люблю цветы он мне их принесет это ваши дети миссис шепард джон и его брат это они они хорошие детки отец совсем не любил их вечно пил нелегко им жилось на свете да неужели все походу где вода Вот еще посмотрим, может, что-то. Фото сына взять не можем. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Чтобы она вспомнила фамилию приемных родителей, мне придется просидеть с ней несколько дней. Шон Марс уже погибнет. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Может, это женщина-мать убийцы. Надо как-то заставить ее вспомнить. Медсестра, может, она чем-то знает. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. Она иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. Я ищу ее второго сына. Я ищу ее второго сына. Его усыновили. В смысле, у него теперь другая фамилия. У вас есть какая-нибудь информация о семье, миссис Шепард? Нет, к сожалению, ничего нет о ее семье. Если ее мальчика кто-то усыновил, только она знает об этом. Родные часто навещают ее? Вы единственная за все десять лет. Ей можно показать ее вещи. Так она вспоминает о своем прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Так, может, цветы? Давайте цветы. Какая милая Орхидея. Дети любили Орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила Орхидеи на могилу. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка. А теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. Что она ему сказала? О, блин, сейчас за этого будем играть. Последние буквы 961. Так, время 1824. Количество остатков 130 миллиметров. Ебать, это какая-то глюцинация. В общем, коридор постоянно вытягивается. Хотя это кажется. Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. Что за хрень? Так, что, пьем? Ну, здесь другого выбора нет, походу, дело. Субтитры сделал DimaTorzok. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Гребаный шифр, гребаный адрес, мать твою! Должен же быть какой-то выход. Ну, тут еще раз. Это пароход Или поезд Под этот шифр подходит Несколько разных адресов Господи, они разбросаны по всему городу Я уже не успею объехать все А вот рот Парк, нет Нет Я просто даже не знаю какая Времени у меня хватит только на один адрес Если Шона там не окажется, то все, конец Мне казалось, что это был корабль Надеюсь, это не поезд Очень надеюсь Так, теперь за наркомана Так, получен приз жертва У этого чувака явно что-то с головой не так Время 18-30 Количество осадков 134 Должна же быть хоть одна зацепка Наверняка у меня под носом Мальчик умирает А я топчусь на одном месте Ну как, собрал свои шмотки? Не понимаю, о чем... Расследование окончено Убийца найден Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон Честно скажу, скучать я не буду Расследование не окончено У Вас нет улик против Марса? Марс виновен Дело закрыто Все равно это тебя не касается Ты снят с дела Собирайся и пали Блейк Да ты долбанутый Сбрендивший психопат Принимаю как комплимент Честно говоря, мне на тебя наплевать Я нашел мастера оригами Все довольны Историей конец В скатерти дорожка Норман Бля, опять-ка я так поняла Имя убийцы здесь Среди кучи данных Надо его вычислить Найти пока не поздно И последнее, сэр Лучше все-таки не злоупотребляйте Сами знаете чем Это опасно Очень опасно Вы загоните себя в могилу Это будет очень печально, сэр Хватит трындить Ааа, блин, чё я нажал-то, ёбтую мать Я... Я не могу Я не могу Одевай ёбатые очки обратно Твою мать, чё нашел-то, твою мать Вот так вот Пару неудачных кнопок Я не могу Игра вся поменяла Не прогоняй меня, Скотт Не хочу уезжать Слушай, это всего-то на пару дней Мне нужно покончить с этим Я тоже хочу отомстить убийце сына Иначе нельзя Верь мне Погости несколько дней в матери А я приеду, когда все получится Скажи мне, кто мастер-эрегат Я хочу знать, кто убил сына Слушай, вот закончу И расскажу тебе Все, что знаю Обещаю Держись, Джон Я за помощью Ты держись По-скорее Вода быстро пребывает Я бегу Сейчас вернусь А, вон вагончик Пап, пап, скорее Джон свалился в другую А, выметайся отсюда Кля Отстань от меня Идем за мной, пап Идем Джон утонет Джон утонет А, ну так одним прожорливым ртом Станет меньше Пап, пап, пожалуйста Джон утонет Джон утонет Ты меня слышал Вон Пожалуйста, пожалуйста, пап Вытащи Джона И опросил Джон Но он не слушает Не хочет идти Не умирай, Джон Пожалуйста Нет Не забывай обо мне, Скоти Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну а что здесь есть? Стоп Стоп Продолжение следует... 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 А-а-а! Стоп! Блядь, давление в баллоне растет, маддафака! Чё баллон нельзя было выкинуть на унису, а? Ты чё делаешь-то? Вот это хорошая тема, если помните Индиана Джонс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА